Ну всё, я весь день суетился, бегал, делал дела. Настал вечер и пришло время проникнуть к соседу. Как всегда, у соседа самый стрёмный дом. Так, я решил вернуться к соседу днём, потому что ночью ни черта было не видно, фонарика у меня не было. Ты это слышишь? Я слышу, как хныкает ребёнок, а сосед что-то там делает. Значит, выходит, что какой-то ребёнок жив. Мне же не показалось, что там кто-то хныкает. Как я высоко взобрался? В трубе дырище. Интересно, я сюда пролезу или нет? Может, я как Санта спущусь через дымоход, а? И проникну в дом. Ю-гу! Что... Что во имя Илона Маска это значит? Это тюрьма? Трубная тюрьма, что ли? Нет! Помоги ты! Выпустите меня отсюда! Хелп ми! Хорошо, что в трубе ловил телефон. 9-1-1 и служба спасения вытащит тебя из любой трубы. Что ж, это за писюлька шаманские обряды, что бы их... Может, у меня сумка забита? Ну, наверное, выкинем тогда ключик. Вот этот ключик выкидываем. Ну ты посмотри, а? Действительно, из-за того, что сумка забита, я не мог взять эту писюльну. Что ж, я расшифровал записку. Там написано, что нужен верстак, бревно, и получу я тогда какой-то капкан. Сейчас посмотрим. Верстак у нас здесь, бревнышко здесь. Но взять его я не могу. Что за вредная буратино? Папа Карл, на тебя нету бревно. Кажется, дед спускается. Слышь, бревно, может, договоримся, у меня 5 золотых монет есть? Я ведь тебя могу и шантажировать, я тебе в пекло кину. Печь будешь топить. Так, ну понятно, значит, это не то бревно. Вот верстак. А на кой мне верстак без бревна? Подожди, есть бревно еще на заднем... Опа, дедушка пришел, надо заныкаться. Ай, опять солью стреляешь. Ну ничего, ничего, я как нигде у тебя ружье отберу и в тебя построю. Нифига себе, как он близко-то. Черт, прям в усы. Он мне усы опалил своим выстрелом. Ну ничего, ничего, дед. И на моей улице будет праздник. Утка? Дедоль, ты что, уток тут делаешь, что ли, деревянных? Я думаю, что... Так, подожди. Надо утку свистнуть. Какая она прикольная. Бумажку я уже взять не могу. Есть идея эту бумажку положить на верстак. Вот, вот, отлично положилось. Короче, дед сюда придет, он же по книжке утку эту делает. И сделает вместо утки что-то другое. Наверное. Сейчас будем следить за дедулей. Вот он идет как раз. Горбатый дед с тощими ногами. Куда ты пошел? Дедоль, ну ты что? Ты меня разочаровал. Он, наверное, дрыхнуть пошел. Или в туалет. Ладно. Можно, в принципе, пощемить здесь. Ну, в смысле, тоже подрыхнуть. А то вечер, ночь. У меня тут свечки есть, видишь? Романтик прям с уткой. Затусим тут. Решил долго не выжидать и просто поставить камеру. И все, вопрос решился. Но, по-моему, этот вредный дед снова в своем подвальчике. Черт, он идет сюда. Мотаем, мотаем отсюда. Камеру, камеру поставим здесь сверху. Нормально. Заныкаемся здесь. И посмотрим, куда этот дед идет. И что у него? Дед здесь. Хороший в экран пялится, значит, побежу. Эй, побежали. Но камера-то там же висит. Он меня просто из дома вышвинул. Давай посмотрим. Давай посмотрим по камерам быстрее. Дедуля, вот он. Нажимый. Он, смотри, кажется, что-то сделал. Это точно не утка. Что, это капкан? Пойдем-ка обойдем дворик и посмотрим. Вон он идет, смотри. Что это? Рыбья башка. А точно... Валим отсюда, валим. Я точно в верстак положил нужную бумажку. Черт. Все, ты сюда не выйдешь. Да, территория твоя закончилась. Я, конечно, борзый. Но не бессмертный. Дедуль, гляди, у меня утка есть. Может, обменяемся? Я тебе утку, ты мне рыбью башку. Я, правда, не знаю, зачем еще она мне понадобится. А может, сейчас я и рыбью башку, и рыбью башку, и уточку оставлю себе. Только надо, чтобы где-то в меня не попал. А то у меня уже на жопе от соли раздражение. И Джонсонс Бэби даже не помогает. Ну, что я тебе скажу. Сегодня без натираний попца будет. Рыбья башка у нас в рюкзаке. Уточка в рюкзаке. И вот теперь нужно разобраться, зачем нам ключ-крендель и башка рыбы. Дед домой не возвращается пока что. Надо за камерой еще сходить забрать ее. А то как же мои журналистские расследования и без камеры. Ну что ж, ладенько. Пойдем снова к соседу. Будем до него докапываться. Я вчера, когда здесь был, наверху увидел открытое окно. Я предполагаю, что, возможно, я проберусь туда через него. Вот он, этот скворечник. Ты знал, что сосед живет в скворечнике? Я, да. Когда увидел вот это окно. Знаешь, похоже на дом на курьих ножках. Даже ножки есть. Ну что, давай залазим. И раз. Не понял. Что за фигня? И раз. Какого? Что за ботва? Так, минуточку, минуточку. Надо чем-нибудь кинуть. Подождите-ка. Ты видал? Апа-па-па-па. Ты видал? Здесь непробиваемое какое-то окно. Прозрачное. Ну, как бы окна, в принципе, прозрачные. О чем это я? Ну, просто, мне кажется, что тут нет окна, но залезть я сюда не могу. Это что? Фантастика, что ли? Или сосед научился делать какие-то невероятно очень прозрачные окна? Так, понятно, значит. Через ту дырку не пролезем. Через трубу я уже точно не полезу. Вот. Круглое окно, которое заколочено. Туда точно никак. Ну, ладно. Раз там мы не пролезем, окно разбить здесь не получится, потому что узкая рама. Я точно не залезу слишком. Я толстый. Ты посмотри, мое пузо торчит так, что я даже свои ноги не вижу. Ужас. О! Смотри, какое отверстие. Чисто под меня. Как будто вырезано. Мы внутрь попали. Да мы что? Мы внутри. Тогда нужно быть очень тихо. Иначе нас спалит сосед и снова выпнет. А он меня уже знает. Когда меня из трубы вытаскивали, он меня видел. Так, минуточку. Это же... Вот этого чувака я видел. И вот его статуя. Я же к нему в гости еще не заглянул. Надо к нему сходить. У него самые роскошные хоромы тут на районе. Можно и... Давай-ка мы откроем вот это вот окно. Чтобы, если что, можно было отсюда свинтить. Так. А-а-а! Что ж? Какого черта? Вот это подстава. Ну, короче, чтобы дальше пройти, нам нужно идти к другому соседу. К другому, к другому. Ну что ж, ладно, не вопрос. Пойдем в дом. К этому удивительному мистеру усачу. Пухленький усач. Почему здесь все с усами? Дед с усами. Копы с усами. Я с усами. Везде все с усами, кроме одного соседа. Может быть, у соседа тоже есть усы? Я что-то просто не понимаю. Кругом одни усачи. Это как? Мода, что ли? Вон ключ-то, кстати. Ты посмотри. Вроде бы дома никого. Сколько времени надо посмотреть? Подожди. Время. Время. Покажите мне время. 17.06. Хорошо. О-о-о! Песель опасно, опасно, опасно. Тихо, 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 тихо. Песель очень... Он здесь охраняет. И боюсь, что он растерзает мой попец. Который... И без того напичкан солью. Ну ладно, давай я к нему подойду. А что будет, если я в него лом кину? Давай. Иди сюда. У меня есть лом. Смотри, он на меня не реагирует. На! На! Черт, какой злой. Ты посмотри. Он мне пальцы откусил. Так, понятно. Есть у меня одна идейка. Старить, например, круассан. Как насчет круассана из нашего крутого пекарного магазинчика? Так, нет. Подожди, надо же вернуться. Ай, оборудование там все оставило. И лом, и... Ну пофиг. Песель меня все равно к этому оборудованию не допустит. Он мне еще одни штаны только испортит. Мадемуазель. Добрый день. Как она соскочила? Можно круассан у вас взять? Вот этот кру... А, надо бежать с другой стороны и встать. Да, я хочу вот этот круассан. Пожалуйста, мадам. Так, ладно. Вот это упираем. Сейчас мы ее снова сюда. Вот сюда, вот сюда, вот сюда. Мадам, заходите. Она побежала. А я сюда забегаю. И тырю круассан. Хо! Круассан и дела. Делишечки. Грязные круассани делишечки. Я стыфил круассан. Надеюсь, он мне поможет. А я могу его съесть сам? Нет. Такой большой круассан. По-моему, больше, чем моя башка. Ну да. Ты посмотри, у меня даже рта такого нет, чтобы его заточить. Это же для каких? Боюсь, песель просто будет счастлив. Песель. Песель. Привет. Смотри, у меня есть круассан. Круассанчик. 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 Иди кушай, круассан. Круассан. Французские дела. Ты не любишь французские булочки? А где, кстати... Блин. Так, ладно. Значит, булки он не любит. У него, возможно, аллергия. Он дрищит от этих булок. Хм, какая вредная собакенция. Я знаю точно, что возможно и возможно. Я знаю точно, что собаки любят сладкое. А сладкое у нас это пончики. Это какой-то грешкий. Так, у него уже в машине пончик был. Да, в машине. Это хорошо. Опа-на. Ммм, какой он прекрасный. Я вот уверен, что собака любит сладкое. Потому что все собаки любят сладкое. Это вот наверняка стопроцентный пончик. Что она его сожрет. Отвлекающий маневр просто отличный. Хм. А может еще, кстати, мячик. Мячик нигде не видели. Типа, Бобик играть. Он побежит за мячиком. Смотри, смотри, смотри. Пончик, пончик. Пончик. Он взял пончик? Нет, он пончик не взял. А куда ты пошел? Смотри, он пересел. Ну, хорошо. Если я просто буду вот так вот прятаться от него. Ну, а ключ-то как я возьму? Он меня запалил? Да ты что такой? Как охотничий. Значит, раскидываемся просто вот пончиками здесь сладким. Вот этим вот всем. Опа, залазим. Да ты меня не достанешь сейчас. Вот точно сейчас не достанешь. Опа. Есть ключик. Бежим. Бежим, 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 бежим. Но лом еще надо вернуться взять. Поэтому мы берем круассан. Его тоже выкидываем. Без лома приема плохо. Возьми лом. Круассан. У меня все в голове перемешалось. Лом, круассан, пончики. Ты будешь? Вот, 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 да. Нет, зачем я круассан беру? А, ну правильно, его выкинуть же надо. Все, полный фарш в башке. Спокойно. Спокойно. Он за мной бежит? Лом. Где-то вот здесь вот он был. Где лом? Хватай его. Он не за мной пока бежит? Так, он там что-то делает? Черт. В темноте нифига не видно. Я пнул лом, и он куда-то, куда-то улетел. Вот, вот, вот. Бежим, 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 бежим. Ух, я даже прыгнул. Черт. У меня в номере может... А, у меня в номере второй лом же и остался. Мне же его горничная принесла. Точно. Вот, все, ладно. Он у меня там имеется. Что ж, ключик у нас тоже имеется. Ты посмотри, какой ключ. Он у меня торчит, как будто из плеча. Тут странные какие-то ключи очень. Что ж, мой коварный план сейчас должен сработать. Мы проникнем в дом соседа. Ключ я уже взял. Конечно, нужно было поковыряться в доме вот этого усача, пухлича. Есть. Открыли замок. Ключ больше нам не понадобится. Давай его здесь вот поставим. Какой же ты здоровый. Как я его дотащил еще? Так, рыбья башка. Ты мне пока не нужна. Рыбья башка, дай пирожка. Что-то мне говорили, что этот дом очень похож на дом из Привет сосед 1 или 2. Но я не помню, чтобы в Привет сосед 1 или 2 у него дома висел динозавр на потолке. Да и люстры такие, знаешь, он как будто аристократ какой-то. Он ходит, кстати. Точно, у соседа же усы есть. Ё-моё. Он же тоже усач. Значит, смотри, он очень, очень строг и всегда отправлял свою дочку наверх, на чердак. Угу. Он дружит с этим чуваком? Да, он походу с ним дружит. Башка. Медведя башка у него. Он, значит, тоже охотник. Это хорошо. Тогда понятно, почему тут есть охотничьи угодья на этой территории. Так, еще один ключик. Подожди. Да рыбья башка. Да что ж такое? Золотой ключик. Крендель. Интересно, сюда подойдет? Подошел крендель, ты представляешь? Крендель открывает все двери здесь. Минутку. А это что? Ужас, какой башка. Кабана. Так, ладно. Я ключ пока оставлю здесь. Ключ оставлю пока здесь. Башка кабана, я тебя заберу. Интересно, зачем она? Куда она нужна? И зачем она хранилась в холодильнике, если это, ну, мумия? Тихонечко. Тихонечко идем сюда. Смотрим, что у нас здесь. Можно спрятаться, если что. Так. Дверь открыл. Ага, гар... Спокойно. Спокойно. Кажется, он нас не запалил. Но мы видели, что сосед... А, вот мы можем за ним подсмотреть. Он идет, он идет, идет, идет. Куда он идет? Он куда-то шел. Мы поднимаемся наверх. Тихонечко, тихонечко. Ребенок где-то здесь. На втором этаже. Батюшки мои. Батюшки мои. Он меня не запалил. Я присел. Я спрятался. Я хорошо спрятался. Твоюшно. Нужен лом, нужен лом. Плохо, что я его сюда не взял. Я отлично играю в прятки. Соседушка. Так что не переживай. Ты меня не впалишь. Даже не думай. Об этом. Блин, здесь тоже... О, смотри. Смотри. Там статуя. Без головы. Кажется, я начинаю догадываться, зачем нам бошки. Нам нужно поставить головы обратно. И тогда откроется что-то тайное. Я же журнолюкский расследователь. Детектив. Ударение на второе. Ребенок. Где-то здесь за стенкой. Где-то здесь. Вот за этой дверью ребенок. Так, он бежит. Он бежит, 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 бежит. А мы спрыгиваем. Оп, 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 оп. И убежали. И убежали. Двери закрой. Двери закрой. Черт, в тупике. Тут не выбраться. Ладно, в шкафчик залезу. Кажется, пронесло. Выходим. И бежим отсюда. Нам нужно взять лом. Без него нам тут делать нечего. Ломик, ломик, ломик. Пойдем-ка мы за ним. Выручай лом. Он прям так и называется. Выручай лом. Пойдем сейчас отдирать доски. Отдирать. Кажется, вот здесь вот тоже что-то можно... О, нифига себе, нифига себе, нифига себе. Вот это я чуть не пересрался. Ну, кого я обманываю? Я пересрался. Если у тебя запор, просто сходи к соседу в дом. И запор твой вылечится моментально. Хорошо, я до сюда. Значит... А, нет, тут... Нет, это в другой комнате было. Смотри-ка, кого я здесь увидел. Пока сосед там нас не палит. Опа. Все. А давай, открывай дверь-то. Какая она тяжелая. Да что тут все двери такие тяжелые? Она же сейчас не закроется, я надеюсь. Ага, она закрывается. Понятно. Ясно. Тогда эти двери нет смысла открывать. Поскольку через них я не сбегу, если что. Если вдруг что. Тачка соседа. Какая она навороченная. Она крутая. Кстати, именно ее я видел, когда проснулся. Видишь, без фары она в ДТП где-то побывала. Бензин можем взять. А зачем нам бензик? Заправить тачку? Обслужить? Проведите сервис. Так. Кажется, я попал. Конкретно так попал. Придется сидеть здесь и не дышать, чтобы у нас не спалили. Ты уходишь? Он уходит. Фух. Пронесло. Единственное, я не понял пока, зачем мне канистра с топливом. Ладно. А я могу так же открыть тут капот? О, можно было вроде бы. Что-то там... Короче, что-то там можно сделать. Как мне ее открыть? Никак. Ладно. С канистрой по дому похожу. Если что, соседу скажу, что у меня бензик. Я тебя подожгу нафиг, если ты до меня прикоснешься. Хорошо. Идем на второй этаж. Я сейчас хочу посмотреть, кто там без головы стоит. Давай, лом бери. Лом, 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 лом. И вламываем вот эти доски. Ну, уже давай шустрее, пока сосед дрыхнет. Кто это? Что это за животное? Это собака, что ли? Да ладно. Это собака? А, нет, это кабан. Это кабан. Который сидит как собака. Так. Ставим сюда голову. И что нам это даст? Медведь без башки? А это что такое? А это-то что? Взять никак. А если сломать? Разбить? Нет, так не получится. Хм. Не получается. Так, ну хорошо. Короче, нам еще медвежью башку нужно сюда приторабанить. Да, и что-то здесь откроется. Здесь есть какой-то тайник или что? О! Рыба. Пожалуйста, у меня есть рыба. Рыба, которая пьет чай. Да у соседа тут веселые посиделки. Смотри, вот это... Я вот этого чижа не знаю, кто это такой. А это-то тот чувак, который нам эту башку смастерил. Хм. Так, минуточку. Двери закрой. Двери закрой, говорю. Закрой двери. Нет, я тебя сюда не пущу. Нет. Ай. Продолжение следует...